письма из простовкашина жарким летом всегда хочется чтобы пришла зима и побыла с нами хотя бы один день и это желанная зима кажется такой красивой солнечной одним словом мороз и солнце день чудесный а когда зима приходит она часто бывает совсем не такая сплошные метели заносы заморозки и каждый год дядю федора зимой простоквашина не пускали нечего там сейчас делать зимой в простоквашина одна простуда живет а шарик с матроскиным простоквашина круглый год проводили и лето и зиму и осень и все в одной одежде и ничего не простужались не кашляли даже и вот однажды зимой дядя федор из простоквашина сразу два письма получил первое письмо было от шарика дорогой ты наш отец дядя федор от этого матроски на житья совсем не стало раскомандовался только и слышишь поди и принеси и подай сходи в магазин сбегая на почту поруби дрова вымой за мной за собой посуду а у меня посуды одна миска и мыть ее нечего языком облизнул и все и дрова мне не нужны мне в моей шкуре так тепло в общем если ты приедешь я его кусать начну а в основном живем мы хорошо можно сказать дружно только спорим часто вот может целую неделю спорим кто должен дверь закрыть матроскин молоко пролил и в доме скользко мы-то привыкли а другим трудно телена гаврюша в дом вошел ноги разъехались он второй день в сенях лежит он тяжелый его не поднять мы его в доме сеном кормим почтальон печкин вошел поскользнулся и сразу под стол въехал очень смешно лежит сердится говорит правильно вы дверь не закрывайте на улице теплее чем у вас пусть к вам тепло с улицы идет дядя федор прикажи матроскину дверь закрыть твой вечно друг шарик второе письмо было от матроскина дорогой дядя федор от этого шарика жить я совсем не стала ничего делать не хочет только с фоторужьем бегает а когда убегает так спешит что дверь ему закрыть некогда увидел кабан кабана в огороде и помчался за ним с фоторужьем по сугробам а кабан то наш простоквашинский не шибко грамотный он фоторужье от простого не отличает он думал его стрелять хотят и целый день гонял нашего охотника по полям пришел он весь мокрый и с ногами под кровать залез а дверь закрыть у него видите ли сил не было а я ему не прислуга почтальон печкин к нам приходит приходить перестал потому что однажды поскользнулся и заехал под стол он говорит что на улице теплее чем у нас доме дядя федор я тебя предупреждаю если шарик завтра не закроет дверь я перееду в коровник корове мурки там на три градуса теплее а шарик пусть здесь замерзает у нас доме особенно на кухне настоящий полюс холода получился молоко у нас по всем лавкам кули куличиками куличиками стоит она твердо я его из ведра целиком ветре вытряхиваю любящий тебя кот матроскин дядя федор эти два письма прочитал жутко расстроился он письма папе показал а папа говорит эх дядя федор дядя федор сын мой у твоих друзей дела плохие а у меня еще хуже меня наша мама разлюбила чего-чего этого дядя федор не ожидал он даже опешил а почему ты папа так решил такие вещи не скроешь говорит папа вот скажи мне сын когда ты в последний раз видел котлеты с макаронами вчера видел говорит дядя федор и позавчера видел да я вообще каждый день их вижу потому что мы с тобой папа уже неделю как ходим ужинать столовую теперь ты все понял нет папа причем тут котлет с макаронами а при том что наша мама целыми днями где-то пропадает как с работы приходит так сразу куда-то уходит и и спрашивая в чем дело она говорит это сюрприз ну и что может быть и в самом деле сюрприз говорит дядя федор знаю я этот сюрприз говорит папа он у них в магазине секции готового платья заведует здоровый такой мужик лысый в обед все на гитаре играет от такой информации дядя федор даже запечи запечалился если мужик готовым платьем заведует и на гитаре играет он конечно перед папой явное преимущество имеет он может себе в себя их маму влюбить дядя федор говорит а давай папа мы тоже на гитаре играть выучимся не смеши меня дядя федор говорит папа если любовь ушла ты хоть на гитаре играй хоть на балалайке хоть на трубе ничего уже не получится дядя федор спрашивает а есть что-нибудь папа что ты умеешь лучше всех делать есть говорит папа я лучше всех умею из узбекский плов готовить и петь казачью песню про ракетовый куст вот что папа сказал дядя федор скоро новый год мы все вместе в простоквашино уедем будем там на лыжах кататься печку топить а в новый год карнавал устроим ты нарядишься казаком или узбеком будешь костный вкусный плов готовить и казачью песню петь про ракетовый куст мама тебя снова изо всех сил полюбит эта мысль папе сильно понравилось а на чем мы поедем в простоквашино ведь электрички не ходит а с автобусами зимой перебои а наш запорожец ну что ой говорит папа это же умственно отсталый автомобиль его сразу устарелом изобрели это авто чудо не для езды а для ремонта предназначена ремонты всегда сближает спорит дядя федор а потом у нас целой недели впереди есть мы его так понедельнику отладим что он у нас мерседес превратится и папа согласился главное было мама на празднике от этого сюрпризного мужика оторвать и стали они с папой по вечерам запорожец порядок приводить а так как в гараже холодно они все что можно домой тащили и колеса домой и крылья домой и карбюраторы генераторы тоже домой в другое по время мама бы им такое устроило но сейчас она ничего не замечала она приходила запиралась большая комнате и что-то там все время пела она 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 Продолжение следует...